В регионе с 2008 года налажена работа по развитию института наставничества. Опытные специалисты помогают новичкам, выпускникам вузов, принятым на государственную службу, освоиться в профессии. Обсуждение дальнейшего развития института наставничества прошли 24 января в здании корпоративного университета. В течение месяца мы разработаем паспорт приоритетного регионального проекта по наставничеству. Вы знаете о том, что мы сейчас перешли на такую проектную деятельность, не расплываемся там по многим направлениям. Самим же наставникам нужна профессиональная помощь не меньше учеников. Чтобы не стоять на месте, эффективнее передавать свои знания и опыт для наставников разработаны специальные методические пособия. Если не учиться и не изменяться, то можно отстать и просто погибнуть. Это вопрос времени. Все компании учат разные формы обучения для того, чтобы успеть с этими быстрыми изменениями. Знания об оформлении нормативно-правовых актов и прочих тонкостях введения документов новые сотрудники получают непосредственно от высококвалифицированных специалистов. Процесс подбора наставника проходит тщательно для каждого из кандидатов. Индивидуальный подход в любом воспитании должен быть такой подход, как наставничество, пускайся и вообще воспитательный процесс. Соответственно, нужно подбирать для соответствующего человека, который приходит, соответствующую наставника. У одних наставников более жесткий какой-то, то есть подход у других более мягкий, у нас и те, и другие есть. С 2015 года для наставников проходит профессиональный конкурс, победа в котором дает возможность обучиться новой дисциплине по ускоренной программе. Это мероприятие позволяет расширить свои профессиональные возможности и затем передать ценные навыки молодым специалистам. Виктория Шикова, Данил Сурков. Новости Ульяновской правды.